Брестская крепость – национальное достояние белорусского народа, и подходить к любым связанным с ней вопросам необходимо грамотно и всесторонне. Именно поэтому планирование развития территорий, прилегающих к мемориалу, началось с их тщательного анализа. С января по октябрь 2013 года группа инвентаризации и документации проводила натурные и архивные исследования, чтобы иметь комплексное знание о современном состоянии объектов крепости. Результаты этой работы были представлены 5 ноября на расширенной рабочей встрече участников проекта. Все полученные данные были скомпонованы и представлены общественности в виде историко-географического атласа, который является визуальным отображением наследия Брестской крепости. Отходить к этому вопросу мы начали примерно год назад, мы начали обсуждать, что можно делать с крепостью, и поняли их недостаток знаний, потому что на тот момент мы не знали, как устроена крепость. Чтобы проектировать что-то с крепостью к юбилею Бреста в 2019 году, нужно понимать, как оно устроено. Не менее важное место в деле вовлечения мемориала в деловую и культурную жизнь города занимает создание сети новых публичных пространств на базе культурно-исторического наследия. Удачный с точки зрения туризма проект застройки территорий, прилегающих к мемориалу, выбирали 6 марта 2013 года. Мастер-планы по модернизации представили 4 архитектурных агентства, и из их разработок в ходе открытого профессионального обсуждения были выбраны наиболее удачные идеи, собранные в отдельный проект. Наш тезис был очень простой, что да, у этого города есть огромный ресурс, и этот ресурс может позволить этому городу к 2019 году занять лидирующие позиции и стать международным культурно-историческим центром. Результатом более чем годичной работы большого количества единомышленников стала концепция развития Брестской крепости и прилегающих к ней территорий, презентация которой состоялась 19 декабря в ходе расширенного заседания Горосполкома. Руководитель направления, музейный проектировщик Дитер Богнер представил участникам заседания разработки по зонированию, инфраструктуре, новым объектам, маркетинговой программе, графикам реализации и бюджету проекта Брест-2019. В основу концепции заложена модель устойчивого развития территории, при этом сохраняющая крепость как историко-культурное наследие. По замыслу, в будущем туристов должен встречать визит-центр, благодаря которому каждый сможет выбирать наиболее интересный для себя маршрут из семи предложенных. Лейтмотивом модернизации территории должно стать органичное соединение исторического, культурного и природного богатства этих мест. «У нас есть три главные темы – история, современная культура и природа, которые уже сейчас есть в крепости и которые мы собираемся развивать. Цитадель на данный момент рассказывает о войне, и это правильно – крепость, святая земля. Но мы предлагаем на территориях неприлегающих поговорить и поразмышлять и о развитии темы мирного отдыха». Археологический парк, музей под открытым небом, сад тишины, культурно-общественный центр и многие другие объекты по замыслу должны привлечь не только берестейцев, но и туристов со всего мира. Представление концепции, хотя и промежуточный, но итог большой работы. Следующим шагом на пути к реализации должен стать анализ и заклассование проекта в Брестском облсполкоме. Затем он будет рассмотрен в Управлении по охране историко-культурного наследия при Министерстве культуры Республики Беларусь. И в случае одобрения вынесен на суд жителей города над Бугом.